приветствую всех кто меня сейчас смотрят и в сегодняшнем видео я хочу немного рассказать вам о своей новой графической работе графической работе 2021 года работа относится к серии бесконечности эстетика и называется это графическая работа посвящения хундарт вассова вот я даже здесь покажу ее в таком оригинальном виде оригинальном размере потом отдельно выставлю кадры где она в более таком увеличенном видео более подробно хотел бы уже конкретно более глубоко не рассказать касательно хундарт вассера почему именно посвящение хундарт вассеру во первых хундарт вассер один из самых ярких с моей точки зрения да и не только с моей архитектор вообще во всей истории мировой архитектуры и смотря на хундарт вассера мне всегда вспоминается еще и такой совершенно удивительный просто невероятный архитектор как антонио гауди вот от чего на его кстати вот между ними почему вспоминается естественно потому что между ними есть очень такие схожие моменты у гауди и у хундарт вассера что себя по сути если брать по сути представляет гауди понятно что это модерн но из чего он исходит из какой такой чистой идеи скажем так то есть вы идете например там по пляжу или где-то еще видите всякие удивительные красивые камешки или там музей геологии всякие невероятные минералы которые просто потрясают своей красотой там даже какую-нибудь кору дерева даже если из каких-то еще природных примеров брать и когда вы видите этот невероятно красивый камень то там можно увидеть ну музыку баха там быть невероятную симфонию картину рембрандта ведь недаром говорил еще тот же гоя что лучший художник это природа и по сути говоря произведение гауди это с неким невероятно фантастическим образом сформированные вот эти вот выросшие словно сами собой сформировавшиеся вот эти минералы которые кем-то непонятным опять же необъясним образом приняли форму дома это невероятно красиво это такая красота эстетика в чистом виде ведь в одном этом камешке там собраны и барокко и все что угодно это абсолютно центр всего этот такой эклектизм и в то же время абсолютная полная гармония такая невероятная посмотрите на те же фасады гауди это просто фантастик какие там цвета это чистая природа это чистый фонтан красоты фонтан эстетики взят исключительно из природы и безусловно гауди это один из гауди один из величайших архитекторов вообще на все времена и та же самая прямая история хундер твассер ведь они обои так как они хундер твассер также отталкиваться от идеи природы его здание так как бы продолжение природы и поэтому ни у того ни у другого нет прямых форм в архитектуре нет каких-то прямых углов потому что прямые углы этого все-таки уже добавление так сказать человеческого фактора а в природе так как таковой чисто геометрии не существует и кстати тот же хундер твассер он помимо прочего был еще таким ярым сторонником такого как бы сказали сейчас нами зеленый до такой эко такого за здоровье природы чтобы природа процветала чтобы не нарушать гармонии природы поэтому не часто своих архитектурных проектах помимо того что отталкивался от идеи природы что его если произведение гауди я бы сравнил с такими минералами камнями которые выросли земли сформировались до здания то хундер твассер это что-то ближе к дереву какой-то такой растительности которая вырастает да и дополняет собой пейзаж природы гармонично входит в него и более того во многих своих проектах он сажает буквально там на балкон на какие-то ниши на крышу зданий деревья таким образом помимо создания общей эстетики атмосферы зданий он дополняет также скажем так некий не что вот мы взяли некую часть у природы своровали и скажем так у природы у леса и надо ее как-то дополнить восполнить посадив деревья что деревья себя комфортно здесь чувствовали один из примеров этому это последняя работа хундер твассера зеленая цитадель где на крыше высажены деревья великолепное здание красиво обратите внимание что там как великолепно хундер твассер с фасадом работает по-своему если у гауди какие-то вкрапления цветов где то есть такая интересная фактурка цветовая передача тонов как вкрапления такие местами то хундер твассера это такие большие локальные декоративные формы очень плавные формы такие действительно какие-то деревья какие-то волны он очень здорово с этим работает и у него конечно совершенно изумительные помимо внешнего фасада архитектуры изумительные совершенно интерьеры практически везде у него невероятные интерьеры в том же доме хундер твассера интересные интерьеры кстати этот дом он там также высажены деревья на крыше на нишах нишах и там в тех же внутри этого дома сами квартиры они так устроены что там нет ровных полов ровных вот этих вот каких-то потолков стен они все такие бугристы как вот идешь там по холмам таким маленьким вот что-то вроде этого и там очень сложно жить хотя там конечно это вена там очень дорогие квартиры в этом доме но жить там проблематично из-за того что сложно ставить мебель в таких неровных на таком неровном поле полу еще интересный момент куда так как природа не любит повторений казалось бы все так похоже в природе там один камень 1 2 минерала у они похожи между собой но в то же время они каждый и по-сому индивидуален и поэтому у хундер твассера да практически все окна они разные либо по размерам либо по форме где-то он вообще например используют деревья создает окна искусственные то есть выкладывать из плитки как-то рисуют не то есть это не реальные окна и касательно интерьеров еще очень интересно в том числе это это вокзал в ильцине такой вокзал природы там есть грот у главной лестницы очень интересный совершенно удивительные такие уборные также великолепные интерьеры в пивной башне тут даже такой из дерева выложенное из кусочков зеркала ну и другие великолепные моменты когда он играет с фактурой а с материалом где-то кирпич где-то плиткой выкладывает по цвету как она передает передает как сочетание рыжих желтых цветов как это вкладывается вот эти сочетания цветов формы в композицию в общем движения факт плюс фактура кирпич плитка и это все это невероятно интересную атмосферу поэтому безусловно хундер твассер является таким его сложно к строго какому-то направлению отнести вот из художника которые или архитектор которые которых можно отнести кому-то пикассо кубизм какой-нибудь ледор дали это сюрреализм и так далее чистом виде то есть художник которые таким особняком стоят вот хундер твассер жанре архитектуры вот как раз-то яркий пример этого и кстати еще некий некоторые такой эклектизм просматривать его работах это ну к примеру крытый рынок или та же церковь святой варваре в городе бернбах если не ошибаюсь когда он использует удивительно совершенно церковь такая когда он использует купола такие луковичные купола чем-то напоминающие православные храмы хотя это конечно никакой не православный храм и это очень удивительно в сочетании с его индивидуальным стилем и дает и такое удивительно даже немножко какой-то оттенок такого востока и что уже непосредственно переходя к моей работе я так как я экспериментирую с чистой эстетикой в данном жанре в серии бесконечности красота и эстетика как смысл всего как центр всего который проождает другие смыслы я решил добавить вот это вот я помимо того что черно-белая графика я решил добавить золотистый цвет вообще у меня есть такая мысль это создавать придумать какие-то интерьеры для арт-объекта композиции именно черный белый и зол и цвет золота вот это интересное сочетание такое три цвета она интересные эстетические образы рождает и формы и удивительно совершенно атмосферу может создать поможет например интерьере или фасаде здания и ну и плюс я поиграл с ритмами поэкспериментировал с пустыми пространствами там те же треугольники я немного прямоугольники вернее исказил изобразил их такой немножко скаженный ну нет ни одного прямого угла по-настоящему что называется только лишь где-то может эпизодически а так в основном где-то внизу вина геометрия под все это основная композиция построена на ритме такого таких волн такую даже немножко растительного до такого декоративного своего неповторимого декоративного узора и в то же время не перегружена такой вот такой вот маленький эксперимент у меня был но я продолжаю дальше работать в этом направлении также меня появилась еще и новая идея новая серия работ которых расскажу в следующих видео вам я хочу пожелать удачи не валите что самое главное в данный период непростой истории земли скажем как человечество и до скорых встреч всем пока